У дедушки Димаша был день рождения. Это радостное событие, конечно же, было отмечено в кругу большой семьи Айтпаевых. Мы выражаем наше восхищение личностными качествами дедушки Димаша. Он, безусловно, образец для его детей, его внуков и для нас, для всех. Дедушка Димаша дал прекрасное воспитание детям и внукам. И самое немаловажное то, что дедушка передал своим детям и внукам огромную любовь своего народа. Мы поздравляем дедушку Димаша с днем рождения. Сегодня мы будем говорить о дедушке Димаше Кудайбергене, который является ветераном труда. Долгое время он работал в Муголжарском районе директором совхоза, затем директором профтехучилища. А еще мы будем говорить о том, почему наш сегодняшний выпуск мы назвали «Дед Дедуля, а Ташка Папа». Потому что все сказанное в адрес деда Димаша будет направлено нашим дедушкам. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, и при этом не забывайте ставить свои лайки. Наверное, наше видео сегодня, как, впрочем, и всегда, будет иметь некий неоднозначный резонанс. Отчасти данная передача будет ответом на видео других блогеров о феномене Димаша, о том, почему репертуар Димаша, несомненно, наполнен казахскими песнями. У нас работает Патреон, в нем есть множество предложений по разработке материала вместе со мной, дорогие мои зрители. Да, теперь вы можете стать непосредственными участниками и даже ведущими нашего канала. Вроде бы мы все сказали, ни о чем не забыли. Слушайте, смотрите, поехали! Кто-то называет своего дедушку дед, дедуля, кто-то Аташка, а кто-то папа. Как это делает Димаш? Почему некоторые внуки называют своего дедушку папой? В силу разных обстоятельств. В семье Айдбаевых внук Димаш называет своего дедушку папой. Мы же говорили в предыдущих передачах, что существует такая традиция в казахском народе, когда семья молодых отдает своего первенца на воспитание семье старшего поколения. В семье старшего поколения такие дети вырастают особенными, потому что старшее поколение реализовывает то, что не смогло когда-то передать при воспитании своим детям. В силу, например, таких обстоятельств, как занятость на работе, частое отсутствие дома. Внуки в больших семьях вырастают в итоге более подготовленными, нежели в семьях родителей. Санкт-Петербургский университет приводил ряд исследований об этом. Они подтвердили, что внуки растут не только в заботе, в счастье, радости, но и в постоянном общении, уже с умудренным взглядом на жизнь со своими бабушками и дедушками. Что же дальше? А дальше то, что Димаш примерно с 10-летнего возраста растет в одной большой семье вместе со своими родителями, братьями, сестрами. Многопоколенные семьи – это семьи, где дети растут в атмосфере традиционных и современных устоев, где перекликается забота и воспитание старшего поколения с современным видением жизненных принципов младшего поколения. О каких жизненных принципах мы говорим? Вот один из примеров из семьи Айтбаевых. В современное время больших технологий сверхактивности, быстрого ритма жизни большое значение имеет концентрация внимания, собранность, мобилизация сил в профессиональной деятельности Димаша. Канат Айтбаев, Агатай, так называет Димаш своего папу, вырабатывает все эти качества постоянно сына. Ведь Канат Айтбаев – не только папа, но еще и продюсер Димаша. Он понимает, что сын – большой артист, и такие качества, как стрессоустойчивость, необходимы Димашу. Он говорит, сын активно занимается спортом, но петь, тренировать голосовые мышцы – это сложный процесс, очень нелегкий труд. Мы, конечно, всегда поддерживаем его. Я советую ему перед любым выступлением приводить чувства в порядок и быть, как сжатый кулак. А вот, что говорил Канат Айтбаев при подготовке к следующему этапу конкурса «Сингер-2017», который состоял из 13 этапов на протяжении 4 месяцев. Конкурс проходил в Китае. После каждого выступления определяется песня, дается новое задание. В течение нескольких дней ведется подготовка к номеру. Если это известная песня, то ее надо писать в своей интерпретации, надо успеть аранжироваться, также успеть переложить на партитуры. Это огромный, колоссальный труд, большой стресс. Поэтому, если он поет в субботу, то узнает об этом в понедельник, пишет папа Димаша. Димаш выдержал все этапы этого сложного конкурса. Димаш триумфально лидировал из этапа в этап и занял второе место, потому что рядом с ним всегда находился его папа Канат. В большой семье всегда поддерживаются традиции и связь поколений, как это и в семье Айтбаевых. Вот что говорит Канат Айтбаев о своих родителях. Родители – наше все. Без поддержки наших родителей, дедушки и бабушки Димаша, мы никуда. Благодаря им у нас есть все это. Прежде чем что-то сделать, совет спрашиваю у отца. Мы запросто можем позволить себе уехать в командировки, по делам. Знаем, дома с детьми остаются родители. Значит, все будет хорошо. Многие пытаются понять феномен Димаша, в чем его суть. Некоторые фанаты Димаша специально посетили город, родные места, учебные заведения, там, где учился Димаш. Но до сих пор для многих загадка – в чем же суть феномена Димаша? Мы также, как и все вы, пытаемся разгадать из передачи в передачу, в чем же суть феномена Димаша. Сразу оговоримся. Если у вас есть материал, который дополнит нас, то мы будем очень рады этому. Пишите, пожалуйста, все ваши комментарии под видео. Феномен Димаша заключается в первую очередь в его сильнейшей связи с корнями казахского народа. В первую очередь эта связь проявляется через воспитание. В воспитании огромную первостепенную роль играет дедушка. Ведь в его воспитательном процессе мы видим передачу ценностей, культуру, традиций казахского народа от старшего к среднему, от среднего к младшему поколению. Дедушка – это не просто прародитель, дедушка – это сердце семьи. Дедушка – накопитель, носитель и человек, который передает семейные традиции, стиль, образ жизни вместе с казахскими народными традициями. Мы уже говорили о том, что для казаха семья – это как микрокосмос, в котором генерируются и транслируются культурно-нравственные ценности потомкам. Димаш воспитывался с первых дней жизни в семье дедушки и бабушки, вобрал в себя народную мудрость, уважение традиций культуры казахов. Именно дедушка транслировал традицию владения музыкального инструмента дамбры Димашу. Дамбра – это древний казахский народный инструмент. Он извлекает такие звуки, которые глубоко проникают в нашу душу. Эта народная музыка является неким генетическим кодом, можно сказать, душой казаха. Дамбра всегда присутствовала в каждой казахской семье. В казахском народе есть такая поговорка – настоящий казах – не казах, настоящий казах – это дамбра. Вот почему на всех концертах Димаш обязательно выступает с дамброй. Дамбра – это символ, она несет в себе культурно-нравственную ценность казахского народа. Дамбра – это дамбра, можно сказать, еще и реликвия семьи Айтбаевых, как и многих других казахских семей. Димаш – представитель казахского народа. Подчеркивает важность этого инструмента на своих концертах, на которых он обязательно исполняет кьюи. Вспоминаются видео, когда кьюи исполняет три поколения Айтбаевых – дедушка, папа, Димаш и даже его братишка Мансур. Айялай бер арманым, Айялай бер. Шандыңаше сайрағым, Коктендерге бәр барым, Шақырады біздерді. Коғырай бен, Шақырады. Субтитры подогнал «Симон» Почему к Дамбре возникло такое трепетное отношение у казахов на протяжении веков? Все великие известные композиторы Кьюи Ши, Курман Газы, Дина Норпиисова, Джамбул Джабаев и многие другие, исполнение которых было виртуозным, через музыкальный инструмент Дамбру передавали социальные ценности к культуру казахского народа. Кьюи выражали музыку в разных интонациях, в которых было мироощущение, мировосприятие, настроение народа. Марко Поло в своих трудах отмечал, что этот инструмент присутствовал у воинов-тюрков-кочевников, которых в то время на Руси называли татарами. Они пели и играли на нем перед боем для достижения соответствующего настроя. Многие блоги раздаются вопросом, почему Димаш пополняет свой репертуар обязательно казахскими песнями. Ведь Димаш, как яркий артист с уникальным голосом, уже достаточно узнаваемым во всем мире. Он поет на международных английском и русском языках. Зачем добавлять колоритную казахскую музыку в свой репертуар? Язык и дамбра – это душа народа. Не играть на дамбре или не петь казахские песни – это значит не донести культуру своего народа. Вот, например, присмотритесь, как Димаш исполняет на дамбре казахский кьюй Адай. Видно, что Димаш исполняет этот кьюй с большой любовью. В его исполнении этот, известный всему миру кьюй, звучит великолепно. Димаш умеет передать все краски этого произведения. Этот кьюй достаточно тяжел в исполнении, нужны некоторые навыки в исполнении. Однако Димаш так исполняет его, что приводит в зал восхищение. И ему аплодируют стоя, точно так же, как он поет песни на казахском языке. Димаш все больше и больше включает в свой репертуар новые казахские песни. Димаш экспериментирует с музыкой, добавляет новые звуки, техники, аранжировки с казахским колоритом. Это песни «Хэллоу», «Грешная страсть» и другие песни. Димаш с каждой новой музыкальной композицией добавляет новые казахские народные инструменты. Напомним, что в последнюю композицию, представленную в Инстаграме, он добавил казахский национальный инструмент «Кобыс». Если вы помните, дорогие мои друзья, мы сделали свою реакцию на эту композицию. Мы думаем, что Димаш готовится покорять голливудские олимпы. Дедушка Димаша играет большую роль в становлении своего внука. Он передал ему любовь к музыке казахского народа, любовь к дамбре, любовь к родине. Он дал хорошее воспитание, свои взгляды на жизнь. Наши дедушки – это дети ветеранов Великой Отечественной войны. Они, будучи детьми, получили от своих пап и мам всю объективную информацию о войне из уста в уста. Война – это боль человеческого народа. Наши дедушки из рассказов о войне своих родителей на всю свою жизнь сохранили народную память о тяжелых годах войны для следующих поколений. Наши дедушки имеют прекрасное образование, замечательную школу жизни. Дедушки несут в себе огромное укладе знаний о дружбе, о значении труда, о необходимости иметь активную жизненную позицию, быть целеустремленным, никогда не сдаваться перед трудностями, идти вперед. Наши дедушки – всесторонние, хорошо знают историю своего края, большой родины, Казахстан. Хочется сказать о бесценном преимуществе старшего поколения – это грамотное владение русским и казахским языками, чего, к сожалению, сегодня среди молодежи не всегда встретишь. Наши деды, так воспитанные, что они очень любят культуру и искусство, могут при необходимости и станцевать, и песню спеть, и стихи прочитать, умеют шутить, веселиться, могут рассказать смешной анекдот или интересный рассказ. Это говорит о том, что они нравственно богаты душой. Их сердца полны отзывчивости и доброты к людям, к близким, родственникам и друзьям. К своим внукам они относятся очень трепетно, нежно, с безграничной любовью к ним. Они стараются передать все то хорошее, благородное, что у них есть. Будьте здоровы, наши дедушки, аташки, папы. Живите много-много лет, радуйтесь вместе с нами нашими победами и успехами. Целуем вас крепко-крепко и обнимаем с большой любовью и благодарностью.